Итак, всю эту неделю мы провели под лозунгом «Научись у меня» из Матфея 11 глава. Вы хотите еще немного поговорить или поразмышлять над этим? Но раз вы уже здесь, то послушайте еще немного. В Матфея 11 мы не один раз читали, как Отец Небесный говорил с небес об Иисусе. «Это Сын Мой возлюбленный, Которым Я полностью доволен». Впервые Отец сказал это во время водного крещения, до того, как Иисус начал свое служение, до проповедей, учений или чудес, до исцеления, освобождений. Что же такое видел в Иисусе Отец Небесный, чтобы сказать, что Он им так доволен? И в той же 11 главе мы увидели ответы и много разных вещей, которые с ним связаны. Матфея 11, 28. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это никогда не было волей Божьей, чтобы мы с вами целыми днями, неделями и месяцами ходили взволнованными. «Взволнованными, расстроенными или в стрессе». Если мы в таком состоянии, то мы делаем что-то не так. Его воля для нас — это вера или, можно еще сказать, доверие. А если вы в вере и доверии, то вы в покое. «Всегда. Всегда. Я успокою вас. Скажите, Иисус дает мне покой, и я принимаю Его и живу в Нем. Я живу в покое». «Мне выпала большая честь работать в школе исцеления Кеннета Хэггена. И я проработал там 15 лет с небольшим. Как-то один пастор попросил разрешения приехать и ходить за мной по пятам в школе исцеления, чтобы увидеть все, что там мы делаем. Он провел со мной около недели, может, даже двух. И вот однажды после занятий в школе, затем была молитвенная школа, а потом школа исцеления, было где-то 4 часа дня, и мы вернулись в офис. Я зашел, сел, он зашел за мной и тоже сел напротив меня. Я говорю, «У-у-у, слава Богу». А он посмотрел на меня и говорит, «Брат Кейт, можно мне что-то сказать?» «Да, говори, если бы вы расслабились еще больше, вы впали бы в кому». Я говорю, «О, спасибо». «А? Почему?» «Потому что я не должен быть напряжен». «Я не должен быть встревожен». «Я не должен быть перепуган». «Я не должен дрожать и паниковать». Поэтому я принял его слова как комплимент. «Аллилуйя!» Посмотрите на кого-то и скажите, «Расслабься!» «Ты будешь жить вечно!» «Да, мы будем жить вечно!» «Вы будете жить вечно!» «Поэтому расслабьтесь!» «Вы никуда не денетесь!» «Расслабьтесь!» «Говорю вам, если бы вы могли перемотать на тысячу лет вперед, перенестись туда и посмотреть на наше время с той точки зрения, вы бы сказали, «Вау! Зачем я тратил на это время?» «Переживал из этого?» «Расстраивался?» «Это же такая мелочь!» «А если в этот момент рядом с вами будет Господь, Он скажет, «А я же тебе говорил!» «Я говорил, просто расслабься и доверяй мне!» «Я говорил тебе, что у меня все под контролем!» «Придите ко мне, все отруждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» «Дам вам покой!» «Говорит Иисус!» «Возьмите иго мое на себя!» «Не любое иго является его игом!» «Возьмите мое иго на себя и научитесь от меня!» «Скажите, научитесь от меня!» «Есть так много религиозных идей о том, кто такой Иисус!» «Но все они — это всего лишь выдумка или вымысел просто людей!» «Мы даже слышим много разговоров о том, а что бы сделал Иисус?» «Вам не нужно гадать, что бы сделал Иисус!» «У нас есть Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые полны истории о том, что Иисус сделал, и вам нужно жить этим и фокусироваться на том, а не выдумывать, что бы сделал Иисус в той или иной ситуации. Главная проблема в том, что люди воссоздают Бога по своему образу. Даже в псалмах написано, «Вы думали, что я такой же, как и вы!» Тем самым Бог пытается сказать им, «Я не такой!» А люди думают, «Мы с Богом вот так вот!» «Да!» И со временем вы понимаете, что Он совсем не такой, как вы говорили в начале, поэтому вам нужно быть осторожными с теми идеями, которые вы подхватили в детстве или в каких-то церквях или собраниях и обратиться прямо к Иисточнику. А здесь сам Иисус говорит вам, «Вот какой Я!» «Какой ты учитель?» Иисус говорит, «Я кроткий и смиренный сердцем». Враг убедил большую часть мира, что кротость — это слабость, и это то, чего не следует желать. Поэтому люди не стремятся к смирению и кротости. Церковные люди соглашаются, «Да, да, это важно, да!» Но уже в понедельник они забывают об этом. «Ой, отдайте мне мое!» «Уйди с моего пути!» Но такой подход не работает и не дает вам желаемых результатов. Кротость — это сила. Нужно иметь силу и доверие, чтобы смириться, подчиниться и послушаться. Для этого нужно больше силы и веры, чем есть у большинства людей. Поэтому они не идут на это. Вы должны быть уверены, утверждены. Вы должны доверять своему Богу, чтобы подчинить свою волю Его воле, чтобы пожертвовать тем, чем вам хотелось, и поверить, что Бог позаботится о вас. Вы должны верить, что все, что делается или говорится, делается с мыслью о ваших интересах. Для этого нужна сила. Итак, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Во 2 Коринфянам 10.1 Павел пишет, «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». «Кротость и снисхождение Иисуса». Бог мог бы запросто запугать нас. Он мог бы опустить наши головы просто в нижний слой атмосферы, и до полуночи на планете не осталось бы ни одного неверующего. есть миллионы вариантов того, что он мог бы сделать. Он мог бы потрясти всю Солнечную систему или много другого. Так почему он этого не делает? Потому что не хочет. И Исайя пишет, что наш Бог прячется, и ему приходится прятать себя, иначе не будет места для веры. Если бы он проявлял себя еще больше, то не было бы места для веры. Потому что вера — это что? Это уверенность в невидимом. То есть должна быть возможность для веры. И он по своей природе. Кто еще мог сделать такое? К примеру, наше Солнце, оно находится в 95 миллионах миль от нас. А в августе мы думаем, что оно слишком близко. Так или нет? А если бы оно было только в 80 миллионах миль от нас? И это лишь одна из миллионов, миллиардов, или триллионов звезд. Кто еще мог бы создать все это? Возьмем наше тело, наш мозг, наш разум, наш дух. Все это создал он. Кто мог создать все это? Он мог бы просто снести нас ею. Представляете, что бы было с нашими головами? Поэтому Богу пришлось упростить все это для нас. И когда он говорит «Дети, малые мои», это не фигура речи. Нет. Даже если вам сто лет для Бога, который назван древними днями, это почти ничего. Поэтому он может говорить нам «Дети, мои малые». Иногда, когда Бог общается со мной, и когда что-то случилось, все прошло хорошо, и я счастлив из-за этого, я рассказываю об этом. Он отвечает мне «Да, это прекрасный малыш, это очень красиво». Я чувствую себя как трехлетний ребенок, который принес папе раскраску или какой-то рисунок. Вы понимаете, что это не чудавер, но говорите «Какая красота, малыш!». Перед такой силой, перед такой мудростью, перед такой славой нам не должно быть сложно смиряться. Почему нам должно быть сложно склонить колени или признать главенство Бога над нами? Можете сказать «Аминь»? Можете сказать «Аминь»? «Аминь» значит «Да». Да будет так. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Ой, я забежал вперед. Можно немного отмотаю назад? Хорошо. Пап, пап, пап. Не нужно ничего открывать, я хочу вам просто напомнить эти стихи. В Сафонии 2.3 В Сафонии 2.3 сказано «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его в защите правду, в защите смиренно-мудрее или смирение». Скажите «Ищите смирение». Или на основании того, что мы читали в Матфея 11, ищите уподобление Христу. Ищите того, чтобы быть как Он. А вы ищете смирение к ротости? Мы с вами стремимся к ротости? Вам интересно это узнать? Всего четверым интересно. Давайте скажем это вместе. Бог Отец, я прочел в Твоем Слове, и я ищу кротость и того, чтобы быть таким, как Христос. Открой мне, пожалуйста, что это такое, как это работает и как это развивается. Я хочу знать и быть кротостью и смирением Христа. Мы живем в сувором, жестоком, эгоистичном, безбожном мире. И Библия предостерегает нас не сообразовываться с ним. Вам нужно постоянно быть начеку. Когда вы просыпаетесь по утрам, когда идете на работу, когда занимаетесь различными вещами, вас может затянуть споры. И когда кто-то лезет вам в лицо, что хочет сделать ваша плоть? Полезть к этому человеку. И вы не понимаете, что поступая так, вы поддаетесь тем же безбожным духом, которым поддался этот человек. Много лет назад, когда мы начали свое служение, у нас было много персонала в офисе. Господь сказал мне, «Не допускай ссор и раздоров у себя в офисе и среди работников твоего служения». Раздор – это проявленное присутствие дьявола. Об этом пишет Иаков. Там, где зависть и свырливость или раздор, там неустройство и все худое. Вы можете это почувствовать. Если кто-то в комнате поругался и наорал друг на друга, вы можете не знать об этом происшествии. Но, войдя в комнату, вы это чувствуете. Это ощущается. А что же вы чувствуете и ощущаете при этом? Явно не Бога. Я сказал, это точно не Бог, это проявление присутствия лукавого. Раздоры. Весь мир полон их. Люди кричат, орут друг на друга, пытаются задеть друг друга, опередить друг друга, переступить друг через друга, толкнуть и идти по головам. Это не кротость и не снисходительность. А вы хотите быть похожими на Господа? Вы хотите быть кроткими, снисходительными, добрыми? А? Добрыми? Скажите, добрыми. Разве в Ефесянам не сказано, будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Будьте добры. А нужно ли нам расслабиться? Немного притормозить, а? И не спешить с тем, чтобы злиться. Или поспешно говорить что-то. Я имею мир Божий. О-о-о. Я имею мир Божий, превосходящий понимание. И Бог желает, чтобы этот мир, который в вас, влиял на других людей. Филлис работала в приемной у нескольких докторов. И когда мы начали свое служение, у нее уже был свой консалтинговый бизнес. Люди платили ей хорошие деньги, чтобы она привела их дела в порядок. И когда она занималась этим бизнесом, то она нанимала людей на работу, которые были неверующими, но очень скоро они принимали спасение. Сколько раз она приходила домой с работы, с кем-то из своих работников, как вы понимаете, в жизни у грешников часто полный беспорядок. Однажды она привела домой одну девушку, и она выглядела как... Возможно, вы видели эту карикатуру, где у человека волосы торчат в разные стороны, и он говорит, «У меня остался один нерв, и вы его задеваете». Вот как она выглядела. Она выглядела так, будто бы вот-вот сорвется. Филлис привела ее к нам, посадила на диван в гостиной и говорит, «Кейт, ты не поиграешь нам на пианино?» Я говорю, «Хорошо». Я сел и начал поклоняться Богу. Выяснилось, что эта девушка не спала почти неделю. Одно только это может вывести вас из себя. Она крепко уснула прямо у нас на диване. Чуть позже мы отнесли ее в гостевую спальню, и она не выходила из нее два дня. Но вышла она оттуда другим человеком. Аллилуйя! Я пытаюсь сказать, что такой мир есть на каждом из нас. Верно? Тот же Дух, Дух мира, Дух жизни, Дух Божий находится в каждом из нас, и Он должен входить в комнату вместе с нами. Скажите кто-то «Аминь». Мир, Ваше появление где-то должно иметь успокоительный эффект. Брат Хеген рассказывал мне о деловых собраниях его церкви в начале его служения. Он говорил, что иногда дьяконы и бизнесмены церкви обсуждали какие-то проблемы, и кто-то был особенно взволнован этой проблемой. И тогда люди, сидящие за столом, периодически поворачивались к нему и спрашивали, «О, Боже, брат Хеген, что же мы будем делать?» Он отвечал, «Мы будем вести себя так, будто бы Слово Божие – это правда». Я не говорю о том, чтобы вы постоянно проповедовали кому-то, но для того, чтобы послужить кому-то чем-то, вам самим нужно это иметь, верно? То, что вы имеете, то вы и можете дать. Но мы не должны быть такими расстроенными, такими нервными и беспокойными, как весь неспасенный мир вокруг нас. Мы должны быть другими. Мы все свидетели Божьей любви и Божьего присутствия, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали. Аллилуйя! Скажите «Аминь!» Аминь! Ищите Господа! А в Исаии 29.19 сказано. Я уже говорил вам об этом, а сейчас даю места Писания, где об этом написано. Исаии 29.19 – современный перевод. Кроткие найдут в Господе новую радость. Кроткие. Кроткие. Думаю, мало кто знает о том, что самые счастливые – это кроткие люди. Самые радостные – это не гордые, а смиренные и кроткие. А следующий стих вам понравится еще больше. Он из Нагорной проповеди. Матфея 5.5. А? Вас восхищает то, когда-то кто-то получает самолет. А как насчет целой планеты? Блаженные, кроткие. Ибо они наследуют землю. У Бога множество планет. Но вот кроткие унаследуют землю. Всю планету. Говорю вам, это серьезный стимул, чтобы возрастать в кротости и смирении. А? А теперь уже можете открыть Первое Петра. Первое Петра 5. Наше служение Faith Life International и объединение церквей и служителей, которые мы возглавляем, основаны на этом самом месте Писания. на Первом Петра 5. На этом месте из Писания. С первого стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ними непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и негосподствуя над наследием Божьим, наподавая пример стаду. И когда явится постареначальник, вы получите неувядающий венец славы». Затем сказано, «Также и младшие, повинуйтесь». Если вы были с нами на этой неделе, то знайте, что мы разбирали шесть или семь мест, где используется это слово. Там речь идет о различных отношениях, которые Бог соединил, и о благочестивом подчинении. Если вы хотите знать, как избегать ошибок в подчинении, ученичестве и подобных вопросах, то большая часть этого описана здесь. Правильное подчинение – это не то, чему вас могут заставить. Это то, что вы делаете сами. Вы сами подчиняетесь кому-то. И если вы не подчинитесь сами, то никакого подчинения не будет. Это не то, чему кто-то может вас заставить. Аминь. Бог не может вас заставить, поэтому Его люди не должны пытаться заставлять вас. Лидеры не должны пытаться заставлять вас делать что-либо. Но если у вас есть вера, и вы верите этому, то вы сами подчинитесь. В этом случае вы подчинитесь пастору. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. Скажите это вслух. Облекитесь в смирение. Еще раз. Облекитесь в смирение. То есть, оденьтесь, как в пальто или плащ. Облекитесь в смирение. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, если вы умны, то, что следует сделать дальше, кто будет смирять вас? Кто-то скажет, Бог смирит меня. А вот и нет. Если вы не смиритесь сами, то ничего не будет. С вами могут происходить различные трагедии, но они не делают вас смиренными. Я видел, что это делает людей лишь более обозленными. Тут сказано, вы смиритесь. Вы смиритесь сами. Если вы умны, то смиритесь под крепкую руку Божью. О чем тут речь? О Творце Вселенной. Были моменты, когда я по-особенному переживал Бога и Его присутствие. И в такие моменты я чувствую себя... С чем бы это сравнить? Я люблю ездить на мотоцикле в горы, когда есть такая возможность, и если я служу где-то поблизости, стараюсь найти байк и покататься там. Это так прекрасно видеть покрытую снегом вершину горы. И при соответствующем солнечном свете, когда вы объезжаете такую огромную гору, то чувствуете себя, как крошечная пылинка на блохе, на собаке. Особенно, когда смотрите в ночное звездное небо и понимаете, что вы такой маленький. И были моменты, когда в Божьем присутствии я чувствовал себя, как маленький камешек у подножия большого горного хребта. Тогда я начинал сознавать все величие Бога и какой Он на самом деле. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, то не идите в библиотеку в поисках пыльной книги по богословию. Лучше посмотрите в ночное безоблачное небо, посмотрите на безграничность Тихого океана. Аллилуйя! Посмотрите! Посмотрите на Его творение. И мы видим лишь очень-очень-очень маленькую часть всего того, что Он создал. И Он называет нас Своими детьми. У-у-у! Как же после этого в нас может быть твердолобость или надменность? Или не говорите мне, что мне делать? Так ведут себя только дураки. Даже Писание говорит, глупый говорит в сердце своем, Бога нет. Вот кто такой глупец. Я не пытаюсь никого обозвать. Речь лишь о том, что человек настолько не обращает внимания на свою ситуацию и на реальность. Каждый наш вдох зависит от Бога. Каждый стук нашего сердца. Мы зависим от Его гравитации. Благодаря Ей мы можем удержаться на месте. Солнце продолжает светить и греть, не давая нам превратиться в кусок льда за одну ночь. Бог не просто создал нас. Все вокруг держится силой Его Слова. Он поддерживает нас каждую миллисекунду. Вы не можете даже иметь сознательную мысль без синапса. То есть без жизни, которая поступает в Ваш Дух из Его Духа. Полная зависимость. Хорошо, я скажу это, Господь. Когда я пробыл время, где-то лет пять или десять, Господь начал показывать мне все то, что я рассказываю вам сейчас. И в какой-то момент я понял, что я даже не осознавал, насколько сильно я завишу от Бога. Для меня стало откровением, что я даже не осознавал, насколько я зависим от Него. Очень легко принимать все как должное. Легко к этому привыкнуть. Я был в служении, и на то время я служил по двадцать часов в неделю. Проповедовал, пел и переезжал с места на место. Я был молод. Помню, как я опустился на колени и сказал, «Господь, я хочу знать это. Я не хочу не быть признательным за все то, что ты делаешь для нас. Я не хочу быть забывчивым. Я не хочу быть в темноте. Открой мне это. Покажи мне. Я хочу знать». И я был не готов к тому, что было дальше. Я не предлагаю вам молиться так же. Я лишь рассказываю о том, что было со мной. И за следующие три-четыре дня произошло нечто удивительное. Не делайте доктрину из того, что я скажу. Я просто делюсь своим опытом. И я знаю, что за всем этим стоял Бог. Я понял это по результату. Казалось, что на те несколько дней Его способности и Божьи помазания, они покинули меня. Если вы 20 лет носили плащ, со временем вы забываете, что на вас что-то есть. Правда? Вы привыкаете к нему, привыкаете к его весу на вас. И только когда того плаща не стало, вы такой, «Ой, ой, что случилось?» Так же думал и я, что-то здесь не так. На следующее утро я пришел служить. Я должен был служить в школе исцеления. И очень часто я отвечал там за музыку. Господь дал мне несколько песен. И зачастую мне не нужны были ни ноты, ни слова. Я помнил все наизусть. Я играл и пел по памяти. И вот я сел за пианино и не мог вспомнить, что мне петь. Я подумал, «Ну же, давай, давай, у тебя получится, ты сможешь». Но я не смог. Я подумал, «Ну ладно». «Хорошо, пусть поет кто-то другой, а я буду проповедовать». «А о чем будем проповедовать?» И мне в голову не пришел ни один стих. Я не мог сопоставить примеры с местами Писания. Я делал все, что в моих силах. Я сказал себе, «Давай, Кейт, ты же делаешь это каждый день». «Получилось ли у меня?» «А? Нет». «А как я делал это до этого?» «Вы со мной?» «Я не мог петь. Я не мог проповедовать. У меня ничего не получалось почти неделю». «Я ничего не делал, потому что не смог». И по истечении этого времени Божье помазание вернулось ко мне. Я сразу же вспомнил ноты, вспомнил аккорды и слова всех песен. Я вспомнил места Писания, и с тех пор я знаю, что Кейт не делает это своими силами. У меня есть откровение о том, насколько сильно Бог помогает мне. Поэтому я часто напоминаю себе о том, чтобы благодарить Его. Благодарите Бога за все. Если это что-то хорошее, то это Бог. Если это что-то плохое, то это вы. Все просто. Все просто. Видите, я не осознавал, что на мне от самого моего рождения есть благодать, чтобы выступать перед людьми. А я не знал об этом. Еще в детском саду я выступал перед всей группой в шляпе и с тростью. Я пародировал Билла Бейли. И мне было страшно на сцене. Также в школе мне никогда не было сложно выступать перед всей школой и что-то говорить. Можно подумать, это моя способность. Нет, это благодать. От благодати, без этой благодати, вы ничего этого не можете. Что я имею в виду? Если вы знаете это, то у вас нет проблем с тем, чтобы продемонстрировать смирение. Вам не нужно пытаться быть смиренным, отказываясь от того, что вы якобы заслужили. Вы понимаете? Без его помощи я не мог бы это сделать. И это правда. Я говорю это не для того, чтобы казаться смиренным, а потому что это правда. И чем больше вы осознаете это, тем больше Бог может прибавить вам без того, чтобы раздулось ваше самомнение или чтобы вы не подумали, что это случилось из-за вас. О, да, я все могу, я все умею. Я это сделаю. Скажите, спасибо, Господь, за твою благодать, которая дает мне способность делать все, что я делаю. Облекитесь в смирение. Носите его как плащ. Это постоянное осознание того, насколько сильно мы зависим от него. Все просто. Вышли из тумана, сделайте глубокий вдох. Не вы сами создали эту способность. Не вы создали кислород, которым вы дышите. Вы не создали свои кровяные клетки. Хотите сделать еще один вдох? Скажите, спасибо, Иисус. Я слышал, как люди говорят, «Нет, никаких доказательств существования Бога». Никаких? Да, никаких, кроме всего, что мы видим вокруг. Доказательства повсюду. Ваше дыхание, гравитация, ваше осознание. Никаких доказательств Бога. Это говорит лишь о том, что ваш разум ослеплен князем этого мира. Теперь, зная и понимая все это, давайте откроем третью главу. Вы готовы еще слушать? Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас, то есть поднимет вас, поднимет вас в свое время. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Правда же, это созвучно с тем, что говорит Иисус, «Будьте кроткими и смиренными, и вы найдете покой душам вашим». Чего мы не понимаем, так это того, что волнение, переживание, беспокойство, страх, депрессия, это еще и проблема с гордостью. Я слышал, как один спортсмен сказал, «Я не переживаю из-за того, что я могу поправить, потому что я могу что-то с этим сделать». И я также не переживаю из-за того, что я не могу поправить, потому что я ничего не могу с этим сделать. Знаете, каким это вас делает? Беззаботным. Если вы не переживаете о том, что в ваших силах, и не переживаете о том, что не в ваших силах, то таким образом вы делаете именно то, что велит вам Писание. Возлагайте все свои заботы на Бога и не беспокойтесь ни о чем. Очень часто люди в кругах слова веры позволяют врагу играть с ними в этом вопросе. Мы знаем, что у нас есть определенная ответственность в том, чтобы верить о каких-то вещах для себя и противостоять врагу. И враг любит играть с нами в этом вопросе. Если не произошло что-то из того, о чем мы верили, особенно если это касается других людей, то это наша вина. Нам нужно было больше верить, больше молиться, но правда в том, что в случае с другими людьми решаете не вы. Это изначально не было в вашей власти. А чувство вины за это, это гордость, которая думает, что вы якобы могли что-то сделать. Вы никогда не могли ничего с этим сделать. А теперь вы сожалеете о том, что всегда было вам не по силам. Вы никогда этого не могли. А если вы думаете, что могли, то верите лжи. А еще вы думаете о себе выше, чем следует. Мы с Филлис выросли в этом. Со временем начинаешь служить все большему числу людей и сталкиваешься с большим числом разных ситуаций. И возникает желание помочь, но вы должны прийти к осознанию того, что это за пределами ваших возможностей. А еще один мой друг сказал однажды классную мысль. Вы не можете хотеть чего-то для кого-то больше, чем этого хочет сам человек. Это так не работает. И мы часто с таким сталкивались. Ну, давай, тебе нужно сделать всего лишь это и это. Но человек этого не хочет, а вы за него переживаете и у вас вводит живот. Тогда как решение этой проблемы никогда не зависело от вас, и вы ничего не можете изменить. Это лишь приведет к тому, что у вас пропадет желание служить людям, которые действительно хотят что-то изменить. Враг знает об этом, поэтому он играет с вами. Очень быстро вы приходите к пониманию. Так, я сделал все, что знал, но это больше меня, так что же мне теперь делать? Отдайте это Господу, возложите заботу об этом на Него, выбросьте это из своих мыслей, переверните страницу, идите дальше. Очень многие вещи за пределами вашей компетенции. Помните свадьбу в Кане, когда Мария сказала, у них закончилось вино, что он ответил? Нет, я имею в виду, что ответил Иисус. А что нам до этого? А что нам с вами до этого? Когда отец сказал ему что-то после этого, он что-то сделал, но до этого момента услышьте эту фразу, что нам до этого? И есть очень много вещей, которые вас никак не касаются. Они не в вашей власти, они за пределами ваших возможностей, они не ваша ответственность. А когда вы берете за них ответственность, то ведете себя так, будто бы вы больше, чем на самом деле, и можете сделать то, что на самом деле вам не под силу. Это гордость, когда вы думаете о себе выше, чем следует. Вот почему у кротких возрастает радость. Они счастливы, потому что не мучают себя чувством вины из-за всего того, что они никогда не могли исправить. Я не могу с этим справиться, поэтому это тебе, Господь, а я счастлив и остаюсь счастливым. Все просто и понятно. Это свобода. Итак, третья глава, первого послания Петра. Вы уже открыли? Халлилуйя! Я думал дать вам сегодня проповедь покороче, но это бы была мимолетная мысль. Но я хочу, чтобы вы знали, что я думал об этом. Да, это правда. Я действительно думал об этом. Но это же конференция Великая Вера. Она проходит всего раз в год, и мы уже заканчиваем. Есть еще одна мысль, одна мысль, которую я хочу донести до вас, и она очень важна. Первая Петра 3.1. Мы говорили с вами о подчинении, а в этом отрывке говорится о подчинении жен. Глава начинается со слова «так же». Это значит, что нужно вернуться во вторую главу, где говорится «подчиняйтесь властям, а также тем, кто над вами, правителем, руководству и так далее». И поэтому здесь Петр пишет «так же». То есть это третий пример того, как одна группа людей должна подчиняться другой. И сейчас он говорит «так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Тут речь не о том, что муж может заставлять жену делать все, что ему захочется. Это не то, что делает муж. Это должна быть инициатива жены, иначе ничего не выйдет. И это повеление Господа. Далее сказано, чтобы те из них, которые не покоряются слову, без слова приобретаемы были. Это значит… Ой, как же это правильно называется? Не пилит мужа. Речь о том, чтобы неверующий муж наблюдал за кротостью и смирением в разговорах и в образе жизни и его жены. И вот это приводит к тому, к тому, что Дух Святой может послужить ему. Но неверующие не ведут себя правильно, не разговаривают правильно. Но если вы доверяете Богу, то даже если с вами не совсем корректно разговаривают, вы не раздуваетесь. А? Вы не принимаете ответные меры. Вы не стараетесь отомстить. Кротость. Вот почему кротость – это далеко не слабость. Это проявление силы, которое не все могут понять. И в этом есть смысл, ведь Иисус самый сильный, не так ли? А как Он сам себя называет? Кроткий. Далее сказано, «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим, а не внешнее». Скажите, «не внешнее украшение». Вот на чем здесь сделан акцент. А сейчас в церкви даже целая динаминация зацикливаются на прическах, одежде и упускают все, что сказано в этом стихе. Наблюдается большой контраст между внешним и внутренним. Но они почему-то говорят только о внешнем, да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек вне тленной, то есть вне времени, которое никогда не устаревает, никогда не портится. Никогда не воняет и никогда не теряет важности и актуальности, в отличие от всей этой внешней красоты. Она как бижутерия, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте. В этом отрывке Петр много говорит об украшениях, о безысканном плетении волос, о драгоценностях, золоте, серегах и кольцах, о красивых нарядах. И посреди разговора об украшениях он упоминает красоту чего? Кроткого и молчаливого духа. Мы видели в Писании кротость и снисходительность Христа, и здесь мы видим кротость и молчаливость, и все это в разговоре о том, как приобрести мужа без придирок и ворчания. его приобретают молчаливостью. Если вы думаете, что мы не говорим сейчас о сильной вере, то скажите мне, сколько нужно веры, чтобы не открывать свой рот? Тогда как ваша плоть буквально орет о том, чтобы поставить кого-то на место, отчитать и высказать все, что вы думаете. Нужна большая вера, чтобы сесть и внутри себя сказать, я не буду говорить ни слова по этому поводу. Бог об этом позаботится. Он им все покажет. А мне не нужно ничего говорить. Для этого нужна вера. Сильная вера. Для этого нужно доверие. Большинство людей, прихожан церкви, даже служителей, недостаточно доверяют Богу в этом. Они говорят, нет, нет, я не могу ждать Бога, мне просто необходимо сбросить этот груз с души. И сказать им все, что я думаю по этому поводу. Это отсутствие веры и отсутствие доверия. А еще это портит ваше свидетельство. Потому что людей подкупает то, насколько вы уверены, утверждены и спокойны. вам не нужно никому ничего доказывать. Это правда, верят они в это или нет. Это правильно, согласны они с этим или нет. Это было правильно еще до их рождения, станется правильным после того, каких не станет. Красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Очень часто люди ассоциируют эти слова только с женами или женщинами, но здесь не так сказано. Он говорит о кротком и молчаливом духе не только у женщины, а о том, что кроткий и молчаливый дух драгоценен для Бога. Скажите, драгоценен. Драгоценен. В расширенном переводе сказано, это очень дорого и очень ценно для Бога. В другом переводе сказано, это высоко ценится Богом. Этой причины больше, чем достаточно, чтобы мы все хотели этого, потому что это значит быть похожим на Иисуса. Каким это? Кротким и молчаливым. Я немного забегаю вперед, но для Отца и для Иисуса это красиво. Они считают это привлекательным, как жениху его невеста кажется самой красивой. Он не говорит здесь о том, чтобы не укладывать волосы или не носить украшения или разную красивую одежду, но вы должны понимать, что это все внешнее изнашивается с каждой секундой. Оно увядает, стареет, потому что оно всего лишь временное. И какими бы красивыми или привлекательными мы себя не считали, это лишь на короткое время. Мы стареем, все мы как цветок, который расцветает, а потом венит. Я понимаю, что это не самые приятные слова, но вы знаете, что это правда. Да, вы знаете, это правда. И наступит время, когда уже будет неважно сколько всего вы на себя выливаете, вам все равно не будет 25. Если вы идентифицируете себя только через свою внешность или работу вашего тела, то вас ожидает крах. И вы знаете об этом, если вы все это потеряете, ой, не если, а когда вы все это потеряете, вы больше не будете знать, кто вы, и тогда у вас будет кризис личности, но то, о чем он здесь говорит, оно нетленно. Это что-то нестареющее и красивое. И всякий раз, когда Бог смотрит на вас, он смотрит не только на внешнее, он смотрит на сердце. Я прав или нет? Вы хотите, чтобы всякий раз, когда Бог смотрит на вас, он говорил, вау, ты глянь, вот это красота. Он никогда не скажет этого о вашей прическе, о вашей одежде или о чем-то другом. О, за эти тысячи лет он видел все это много раз. Но глаза Господа постоянно сканируют землю. А? Что же он ищет? Сердца. Скажите, сердце, сердца, которые полностью обращены к нему. И сюда же входит идея смирения под его крепкую руку, повиновение ему и готовность слушаться его. вот что для него красиво. И это не стареющая, вечная красота в Божьих глазах. Итак, если кротость и молчаливость, подчинение и послушание Бог считает чем-то красивым, то что для него надменность и высокомерие? Что-то отвратительное? Да, ему это буквально отвратительно. Это не значит, что он перестает любить вас за это. Но для него это отвратительно. А в одном из псалмов сказано, сейчас попробую его найти. Нашел. Да, вот он, Псалом 137.6. Выведите на экран, пожалуйста. «Высок Господь и смиренного видит». В английской Библии сказано, «Смиренного уважает». Бог уважает и ценит смиренного и кроткого человека и гордого что? Узнает издали. Такое ощущение, что от него воняет или что-то в этом роде. Гордость это природа самого дьявола и Бог это ненавидит. Гордость широко распространена по всей земле и все, что вам нужно сделать, чтобы быть гордым, это проснуться утром и поддаться своей плоти. Но если вы будете искать Господа и прислушиваться к духу внутри вас, то даже если вы пойдете в неверном направлении, вы услышите стоп, стоп, тихо, замолчи. И очень часто смирение проявляется довольно просто в молчании. Просто замолчи, кроткий и молчаливый. Скажите кроткий и молчаливый, но не со злостью, горечью, а молчаливый с улыбкой. А? Молчишь и улыбаешься. Но не с мыслью, Бог до тебя еще доберется. А с сознанием, что Бог о тебе позаботится. Бог о тебе позаботится. И что бы кто ни делал, и даже если они поступают неправильно или очень неправильно, но если я делаю то, что Бог сказал мне делать, если я нахожусь там, где должен и сделаю то, что должен, Он обо мне позаботится, во что бы то ни было. Я могу успокоиться в этом, я могу доверять этому, мне не нужно кричать, пищать или требовать своего. Филлис рассказывала вам историю о Бангаре. Для меня это было нечто особенное. Я верил об этом целых 30 лет. На это меня вдохновил Марк и Линн. У них прекрасный ангар в Миннеаполисе. А еще меня вдохновил ангар брата Копланда. Мы арендовали небольшие ангары, но они были не такие. Я имею ввиду что-то красивое с офисами и так далее. Это был один из двух, которые я мог иметь. Филлис молилась, услышала Духа Святого и позвонила владельцу в правильное время. И мы договорились и подписали контракт и у нас это украли прямо из-под носа. Что же делать? Что хочет сделать ваша плоть? А? Что хочет сделать ваша плоть? Мы сели в машину и поехали к ангару, остановились на парковке и просто сидели там. Я так хотел заполучить этот ангар, а затем подняться в свой кабинет, посмотреть из него на аэропорт и благодарить Бога. Но меня этого лишили. Что же мне делать? Мне так сильно хотелось взять все в свои руки. Так или нет? Мне хотелось кричать, хотелось требовать, хотелось трусить кого-то. И вот мы сидим там, а Господь говорит, это еще не конец. Мы услышали всего несколько слов. Мы оба пока сидели там в машине. Это еще не конец. И что мы должны были сделать после этого? Фух, это еще не конец. Они думают, это конец, но это не так. Могу ли я иметь покой в этом? Могу ли я сейчас уже расслабиться? А еще он сказал, ничего не говорите против этих людей. Не говорите ничего, ничего не говорите и ничего не делайте против них. и это вызов для нашей веры. Да? Могу ли я действительно поверить в то, что с этого что-то выйдет, если я ничего не буду предпринимать? Как быть кротким в такой ситуации? Тут же всплывают в памяти слова вашего деда, вашего отца и вашего тренера, не позволяй никому вытеряйте от себя ноги, встань и покажите что ты мужчина. Да, но теперь я не просто мужчина, я христианин. А еще я служитель. Так или нет? Я служитель, я представляю Иисуса. Вы уже слышали наши свидетельства. Полтора года выглядело так, что с этого ничего не выйдет, но вышло. Они ушли из бизнеса, и теперь ангар наш, и он полностью оплачен, и мы ничего не делали. Нам не пришлось, потому что Бог все сделал. Это же сработает и с вашей тещей. Это сработает с вашим мужем. Вы скажете, я говорил 3000 раз, я знаю, и что? Это сработало? Это кротко и молчаливо? Нет. Кто получает благодать? благодать? Ну, уже в эти дни много говорится о благодати. На кому же она достается? Не всем подряд. Гордом благодать не достается. Нет, не достается. Они получают сопротивление, а это значит, что у них ничего не получится без Божьей помощи. приводы. смиренные и кроткие получают благодать. В благодати есть помощь. А с достаточным количеством Божьей благодати вы можете иметь все. С достаточной Божьей благодати вы можете победить все, что угодно. С достаточной Божьей благодати ничего не будет слишком большим для вас. Вы сможете получить все, если у вас будет достаточно Божьей благодати. Но единственное, кому она достанется, это смиренные. Смиренные. Те, которые знают, когда заткнуться. Те, которые знают, когда остановиться и перестать. Оставьте это в покое. Прекратите пытаться сделать все своими силами. Не пытайтесь никого заставлять, отойдите, отпустите, возложите заботу об этом на Господа. И в завершении, я надеюсь, откройте Псалом 149.4. «Благоволит Господь к народу своему, прославляет или украшает смиренных сердцем». Спасение означает выход из любой ситуации и избавление от любой болезни. Если вы спасены, то вы избавлены от этого. Скажите, «Он украшает смиренных спасением». В Ефесянам 5 сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям». «Мужья, любите своих жен». И все это сравнивается с повиновением церкви к главенству Господа Иисуса. Там же сказано, что отношения между мужем и женой благочестивы. И это большая тайна. Но я говорю о Христе и о церкви. Иисус видит всех нас вместе, как Свою невесту, Свою жену. Все мы, и мужчины, и женщины – его невеста. А он – жених. Он – глава. Правда? И мы должны подчиняться главенству. И когда мы не слушаемся, не реагируем, не повинуемся, он продолжает любить нас. Но это дистанцирует нас от общения с ним. Гордого он узнает издалека. Да, мы по-прежнему спасены, он любит нас. Но для него это противно. Надменность кажется ему непривлекательной. А гордость и высокомерие противны ему. И у Бога не возникает желания находиться рядом с вами и общаться. Но, но, когда вы ведете себя, как Иисус, когда вы смиряетесь и говорите, «Бог, я не играю в церковь. Я знаю, что без тебя я ничто. И я так рад, что ты любишь меня. Я так благодарен, что ты избрал меня. И я завишу от тебя каждую миллисекунду каждого дня. И я знаю это, я знаю это. Я хочу быть рядом с тобой. И я к твоим услугам. Все, кто я есть, все, что у меня есть, все, что у меня когда-либо будет, все это есть у меня только благодаря твоей благости. Чего ты хочешь, Господь? Чего ты хочешь? И это его привлекает. Привлекает к вам, когда его глаза сканируют всю землю. Он замечает это. Посреди всего того, что происходит на планете, Бог видит это. Его дух фокусируется на этом. Почему? Потому что этот человек, который может и получит что-то от Бога. Другие этого не получат и не могут получить. Помните, слово говорит, «В кротости принимаете наслаждаемое слово, могущее спасти души ваши». Почему в кротости? Потому что гордость не умеет принимать. Да, только смирение способно принимать. Вот почему только смирение получает благодать, помощь и дары. Божья любовь изливается на планету, ища точку доступа, через которую она сможет войти. Он не будет заставлять, он не будет вам ничего навязывать. Но когда вы посмотрите вверх, в искренности, честности и смирении, и скажете, «Ты нужен мне, Господь, я хочу быть с тобой». Вас никто вокруг не услышит, а даже если и слышит, то вам все равно. И это как вода, бегущая вниз по склону. Также и благодать стекает к смиренному сердцу, к смиренным и кротким. И вы очнуться не успеете, как станете частью того, о чем и мечтать не могли. У вас появятся ресурсы, о которых вы не мечтали. И если вы умны, то вы никогда не будете думать, что это ваша заслуга, потому что это неправда. Так или нет? Я говорю, если вы умны, сколько тут умных людей? Есть слово, которое я не принимаю от людей о себе, о Филис и о нашем служении. Это слово «заслужили». Люди иногда могут говорить вам такое, потому что иногда вы для них реальнее, чем Бог, которого они не видят. Они говорят, «О, да, вы это заслужили, вы так тяжело работали, и вы это заслужили». Я не исправляю, но знайте, я с вами не согласен. Я это не заслужил. Брат Кейт, вы в этом уверены? Более чем. Неужели вы не слышали мою историю о неделе без благодати? Нет, я не заслужил даже капли его милости и благодати, но он все равно дает их нам. Я могу наслаждаться ими, пока понимаю, что я это не заработал и не заслужил. Все это только по милости и только по благодати. И только смиренные наслаждаются всем этим. Мы единственные, кто этим наслаждается. Верующие, демонстрирующие смирение. Я верю, что это откровение будет возрастать в нас сегодня, завтра, на следующей неделе, и весь этот 2023 год. И мы возрастем в этом, что будем еще более походить на Христа. Мы возрастем в искреннем понимании этого, насколько сильно мы зависим от Него. И мы научимся держать язык за зубами. Слышите меня? Мы научимся не делать то, что выше нашей власти. И тогда Божья благодать наполнит нас. Вы знаете, что отчасти благодать заключается в знании. В знании и понимании. Дух Святой назван Духом Благодати. И в смирении перед Ним вы начинаете видеть какие-то вещи, и вы начинаете знать и понимать. Ответы сами приходят к вам. Аллилуйя! А Бог идет перед вами и готовит вам путь, склоняя сердца людей к вам. И когда вы приходите, они вас даже не знают, но хотят вам помочь. И это не потому, что вы это заслужили. Кроткий и молчаливый Дух очень ценен для Бога. Для Него это нечто прекрасное и привлекательное. И это влечет нашего жениха к нам. И Иисус видит этот кроткий, молчаливый, доверяющий Дух, и Его Дух говорит, «Мне срочно нужно провести побольше времени с ними или с ней». Давайте встанем на ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин